Неудивительно, что они проиграли. Обожаю этого режиссера, гений. Мы снова ставим это на совести авторов. Как говорится, мы. Вы понимаете, о чем я. Готовьте пушки. Привет. Должен ли Байопик, фильм-биография, если говорить на подзабытом уже русском языке, обладать исторической достоверностью? Как ни крути, фильм все же художественный. Размышляя над этим вопросом, оставим за скобками, что мне вообще никто ничего не должен. Кроме тебя, дорогой зритель, ты точно должен подписаться. Сделай это сейчас. Я понял, что в моем представлении фильм должен раскрывать черты человека. Его характер, его гениальность, талант, удачливость. Все те качества, которые привели его к успеху. То, почему про него снимают Байопик. Простите, товарищи Даль и Ожегов. Я избранный среди людей. Меня зовут Андрей Цветков, всем вам я, конечно, хорошо известен по своим блистательным, но не снятым фильмам. А где вы сейчас не снимаетесь? И я посмотрел фильм Ридли Скотта «Наполеон». Повторюсь, я не буду обсуждать историческую достоверность. Я не историк, а уж про кого-кого, а про Наполеона Бонапарта написано столько, что вы за всю жизнь, наверное, не прочтете. Ну и понятно, что у каждого свой взгляд на этого человека и на историю. Впрочем, как и на фильме. Согласитесь же, господа, все мы вздохнем спокойно без этого мерзавца. Что могу сказать? Повествование в фильме устроено по принципу, который мои школьные учителя обозначали нехитрым галопом по Европам. Тулон, далее Египет, захват власти, Аустерлиц, Россия, остров Эльба, возвращение, Ватерлоу, смерть на острове Святой Елены. Более-менее подробно освещена личная жизнь Наполеона, особенно сексуальные предпочтения. Режиссер особенно акцентирует внимание на позе, в которой императору нравится заниматься сексом. Подробнее ни один аспект его жизни не рассмотрен. Опустишь глаза, увидишь сюрприз. А увидев раз, будешь всегда вожденеть. Вообще можно записать отдельное видео о сексуализации или сексуализировании, я не знаю как правильно, героев. И вообще о таком сексуальном аспекте рассказа истории возрастными режиссерами. Здесь подсказка, по которой можно посмотреть рассказ о фильме «Гардемарины» и «Дворец». Ссылки также будут в описании. Посмотрите после. Ладно, оставим любимую тему секса. Давайте про войну. Другую любимую тему человечества. Вы понимаете, о чем я. Наполеон известен как военный гений. И тут, пожалуй, споров особых и нет. Но после просмотра фильма у вас явно появятся в этом сомнения. Тулон. План хороший, реализация. Ну, допустим, война есть война. Египет. Нам планы не рассказывают. Туземцы просто сдаются от одного выстрела по пирамидам. Прям буквально один выстрел и они падают на колени. Наполеона в этот момент больше занимает измена Жозефины. Военный переворот. Никакой военный никогда не пойдет совершать переворот, не захватив с собой солдат. Ну, это глупо. Наполеон поступает именно так. Гений. Гений. И, естественно, еле спасается, едва не растерзанный своими почитателями. Аустерлиц. Наполеон разбил превосходящие силы противника. Разница, кажется, два к одному. Это в жизни. В фильме все куда-то суббурно бегают. Приказ занять высоту сопровождается видеорядом, где вообще никакой высоты нет. Солдаты просто бегут. Отдельно много и красиво показана та часть, где солдаты тонули в озере, проваливаясь под лед разбитой артиллерии. Это, кажется, парафраз фильма Александр Невский, Эйзенштейна, Васильева и Иванова, о которых всегда забывают. Но, кажется, не за счет этого выиграна битва. По фильму именно за счет этого. В чем и как перехитрил Наполеон союзную армию, решительно не ясно. Но он все время красиво хмурится и полушепотом с хрипотцой произносит. Готовьте пушки. Далее русская кампания. Она проходит просто. Наполеон быстро. Я про экранное время. Доходит до Москвы. Подлые русские. Ну, как говорится, мы. Сжигают Москву. Благородный Наполеон убегает. Вообще, на России опять решили сэкономить. Кремль напоминает что-то среднее между гробницей Лары Крофт, хотя это не ее гробница, и заброшенным городом из мультфильма про Маугли. Но этого, конечно же, не смотрели. Меньше всего он напоминает Кремль. Так как русские, то есть мы, были подлы и коварны, Наполеона отстраняют от власти. Он принимает это советчей покорностью и соглашается поехать на Эльбу. Триста дней режиссер запер в три минуты, но чего раз с усолю. И вот уже Париж захвачен и предстоит битва при Ватерлоу. Тут просто глаза на лоб лезут от происходящего на экране. План простой. Не дать национальным армиям объединиться и разбить их по отдельности. Тут же нам сообщают, что пруссаки движутся на соединение с англичанами. Англичане и французы на позициях. Казалось бы, самое время атаковать, чтобы успеть разбить англичан и, наверное, немного передохнуть между битвами. Но Наполеон не атакует. Стоит и смотрит на англичан. Видимо, пробует гипноз. В это время английский снайпер, я не в курсе, были ли столь длиннобойные ружья и какова их точность, но оставим это на совести автора. Хочет пристрелить Наполеона, но ему не дает английский главком. Почему? Знаете, я всегда думал, что союзники собрали в 6-7 раз большее войско, потому что побаивались Наполеона. И если бы в бою, а тут даже до боя, представилась возможность убить Наполеона, то дальше можно было бы и не сражаться. Но что такое рациональный подход, когда в дело вступает английское благородство? В общем, англичане в одиночку разбили французов, при этом ведя себя бесподобно благородно, чем подтвердили главную мысль фильма. Ридли Скотт – британец. И не могут всякие лягушатники выиграть у британцев. И никогда, и ни во что. Ну, в футболы разве что. Если бы фильм снимали французы, то, полагаю, Наполеон единолично разбил бы все 600 тысяч, и только трагическая случайность не позволила бы ему выиграть эту битву. Чья это страна вокруг? Отдельные эпизоды просто ставят под вопрос квалификацию наполеоновской армии и, естественно, самого Наполеона. Например, англичане становятся в квадраты, а французская кавалерия, вместо того, чтобы снести их, скачет вокруг, получая залп за залпом. Неудивительно, что они проиграли. Наполеон при этом ведет себя странно. Садится на коня и куда-то едет, войсками не командует, но иногда сквозь хмурые бровки произносит «Готовьте пушки». В итоге сбегает с поля боя. Далее его ссылают на остров Святой Елены, и он там умирает. Что могу сказать? Штампы поглотили нашу вселенную. Герои фильма не разговаривают, а двигают пафосные речуги. Любой диалог ведется в стилистике трибунной речи. Даже перед сексом с Жозефиной, Наполеон умудряется двинуть речь. В чем его величие, решительно не ясно. Разве что в толкании речей. Как полководец, в фильме он показал себя прескверно. Отвратительно показал, если возвращаться из старославянского в современный русский язык. На чем держалась его власть? Ну и на том же, что он красиво хмурился. Хотя... Ридли Скотт, обожаю этого режиссера, пошел по скользкому пути, на котором в жертву красоте кадра приносится логика повествования. Очень странный повествовательный ритм, довольно подробное начало. А дальше темп ускоряется до последней возможности, как будто докладчику, сдержавшемуся на вступлении, напоминают про регламент, и он начинает выбрасывать существенные куски речи. Отдельно повеселила команда переводчиков, которые путали обращение Ваше Величество и Ваше Высочество при обращении к Наполеону и Александру. А это братушки косяк. В целом масштабная картина, в которой из достоинств это один только масштаб. Смотреть ли ее? Не знаю. Решайте сами. Напоминаю про Бусти. Жалостливее. Больше музыки в голосе. Идите от себя. Телеграм, всякие соцсети, подписка, лайк, репост. Репост я тебе говорю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok